Вор в законе Таро выходит на свободу. Один из главных врагов Деда Хасан отсидел почти 10 лет, по выходе он сразу же собирается отбыть в Турцию. Заканчивается срок заключения одного из самых влиятельных воров в законе Тарьел Ань-Аня, Таро. Осужденный в июле 2010 года за похищение человека и вымогательство на 10 лет законник с учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года. Однако в 2017 году Таро через суд добился сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев. Поэтому новая дата его освобождения в документах в СИН значится 9 апреля 2019 года. Сейчас он находится в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. При этом сразу после освобождения его ждет депортация. Сначала в отношении Таро в СИН намеревалось установить трехлетний административный надзор. В этом случае законник два раза в месяц должен был бы отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства, а также обязательно находиться дома с 22 часа до 6 часов. Как сообщает Расбалт, необходимость таких мер в ведомстве объясняли систематическими нарушениями законника во время отбытия срока. Таковых у него накопилось 253, за что его дважды помещали в карцеры 8 раз в ШИЗа, ПКТ и ЕПК. Однако, в июле 2018 года заместитель министра юстиции РФ издал распоряжение, по которым они не являются лицом, чье пребывание в России признано нежелательным. А значит, сразу после освобождения он подлежит депортации. По словам адвоката другого вора в законе, Минди Горадзе, Лавас Аглой Батумский, Александра Кабыдзе, Таро намерен перебраться в Турцию. Аняня не является гражданином Грузии, а в Испании, куда бы теоретически он тоже мог уехать, ему грозит преследование за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Как мы уже писали, после освобождения Аняни наверняка обострится борьба за место вора в законе номер один. До недавнего времени это звание закрепилось за Захарием Калашевым, Шакра Молодой. Но когда стало известно, что он надолго отправится в колонию, то летом прошлого года ему нашли замену в виде вора в законе Олега Шишканова, Шишкан. Сейчас в высших эшелонах криминального мира наблюдается некое затишье, чем и может воспользоваться Таро. В Турции он сможет беспрепятственно собрать глобальную сходку. По примеру того, как это сделал вернувшийся из Испании Шакра Молодой в 2015 году в Армении. В 80-е годы уроженец грузинского города Ткибуляняни считался самым перспективным вором в законе в Москве. В 90-х он переехал во Францию, затем в Испанию, где официально занимался строительным бизнесом, а по мнению местных силовиков, организовал бизнес по отмыванию денег, добытых преступным путем. В 2005 году испанские правоохранительные органы провели одну из крупнейших в Европе полицейских операций. Более 400 полицейских с использованием бронетранспортеров и вертолетов обыскали порядка 50 различных зданий в разных городах страны, принадлежавших законнику. Самому Аняне тогда удалось скрыться. Он вновь вернулся в Россию, где в 2006 году получил гражданство. Тогда же началась его конфронтация с патриархами криминального мира, Вячеславом Иваньковым, Япончик, и Асланом Усаяном, Дед Хасан. Впоследствии их обоих убили, Япончика, в 2009, Деду Хасана, в 2013. Они Аняне считали одним из возможных заказчиков преступлений, однако официальных обвинений не предъявили. Сам Таро причастность к убийствам категорически отрицал.